Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42 в студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. 57% всей торговли в Центральной Азии приходится на Казахстан и Узбекистан. Во время визита премьер-министра Узбекистана Абдулла Арипова он вместе с Лужасом Бегтеновым посетил несколько компаний. Именитый спортсмен из Актуби оказался в крайне тяжелой ситуации. Михаил Мельник когда-то подавал большие надежды. Сейчас мужчина едва выживает на пособие. Почему так сложилось и есть ли перспективы у некогда талантливого пловца? Представители Ассамблей народа Казахстана продолжают оказывать помощь жителям пострадавших от паводков. В этот раз они помогли семье с тремя детьми из Западно-Казахстанской области получить новое жилье. 57% всей торговли в Центральной Азии приходится на Казахстан и Узбекистан. Об этом было заявлено во время визита премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова. Вместе с Лужасом Бегтеновым они посетили несколько компаний. Все подробности в сюжете. По итогам прошлого года взаимный товарооборот Казахстана и Узбекистана составил 4,5 миллиарда долларов. За 4 месяца текущего года объем превысил уже 1,2 миллиарда долларов. И это не предел, говорят, в правительстве. Перед нашими правительствами, главами двух государств, поставлена задача по доведению в среднесрочной перспективе объема взаимной торговли до 10 миллиардов долларов. В данном направлении мы заинтересованы в наращивании торговли в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности, а также повышении уровня промышленной кооперации. Премьеру Арипову показали, как работают цифровые решения на благо Алматы. Например, система электронного билетирования «Онай». Уже оцифровано 3507 остановок, 222 разворотные площадки и многое другое. Круглые сутки диспетчеры обеспечивают работу свыше 3000 автобусов и троллейбусов. Здесь мы выпускаем и ежедневно разрабатываем систему по городу Алматы и приводим все в порядок. У нас трудятся свыше 80 IT-сотрудников, есть диспетчеры, управленцы. Каждый день мы собираем сведения и где это необходимо, приводим в порядок. Посетили гости выставку Сальвадора Дали в культурно-образовательном центре. 41 литография Сальвадора Дали, полная его коллекция. Треуголка, долинянские лошади. Самая, наверное, жемчужина нашей здесь коллекции. Это как раз трилогия любви. И плюс мультимедийное шоу, где мы знакомимся как раз с важными работами автора Сальвадора Дали, где мы как раз оживляем его произведения, литографии, которая здесь находится и в целом погружаемся в мир сюрреализма. Представители Ассамблей народа Казахстана продолжают оказывать помощь жителям пострадавших от паводков. В этот раз они помогли семье из Западно-Казахстанской области получить жилье. Подробности в сюжете. Жители села Переметное района Байтирек, Сатиев Артуры и Биркингалиева Морал получили жилье по государственной программе с дипломом в село. В марте 2024 года во время паводков в жилой дом пришла вода, и дом был признан аварийным. Морал Биркингалиева работает медсестрой в Байтирекской районной больнице, а ее муж на ветеринарной станции района. Семья, ранее проживавшая в съемной квартире, от всего сердца поблагодарила членов Ассамблеи народа Казахстана. Мы очень благодарны за помощь в тяжелое для нас время во время паводков. С тремя детьми нам было очень трудно. Нам подарили новый дом. Мы очень рады. До этого, благодаря поддержке Ассамблеи народа Казахстана, новые дома обрели еще несколько семей из сельских районов Акмольнской и Кастанайской областей. Ассамблеи народа Казахстана оказывает помощь тем, кто в ней действительно нуждается. Дома предоставляются социально уязвимым слоям населения, многодетным семьям, потерявшим кормильца, а также тем, у кого есть проблемы с правоустанавливающими документами или не имеющих собственного жилья. От имени Ассамблеи народа Казахстана хотел бы выручить документы правоустанавливающие ключи семьи Артура и Морала. И многодетная семья, которые не могли получить компенсации, у них не было правоустанавливающих бумаг, очень было трудно. То мы решили поддержать, помогать, попитывать дом. Как гласит пословица «легконоша», поднятая сообща, члены Ассамблеи продолжают протягивать руку помощи нуждающимся и оказывать максимальную поддержку жертвам паводков. Это в очередной раз доказывает единственную солидарность нашего народа перед лицом любых трудностей. Альбина Жекенова, Айбулат Жагапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. В Казахстане списали просроченные лекарства на 279,5 миллионов тенге. Такие данные озвучили в ходе заседания Высшей аудиторской палаты. Как сообщил Алихан Смаилов, обнаружено некачественное планирование закупок в системе единого дистрибьютора и отказ медицинских организаций от закупленных препаратов на 2,8 миллиардов тенге. При этом госрегулирование не охватывает цены на незарегистрированные лекарства, что привело к наценкам до 2000% от цены завода-производителя. Можно повышать цены на сотни процентов из-за методики формирования предельных цен, разработанных Минздравом, отметил Смаилов. По результатам аудитора выявлено нарушение на общую сумму 3,7 миллиардов тенге. Из них неэффективное планирование 2,8 миллиардов тенге. Финансовые нарушения, подлежащие возмещению, 538 миллионов тенге. Неэффективное использование свыше 385 миллионов тенге. Именитый спортсмен из Актуби оказался в крайне тяжелой ситуации. 53-летний Михаил Мельник когда-то подавал большие надежды. После длительной паузы вновь вернулся в спорт, но уже с ампутированной ногой. Это не помешало ему стать обладателем золота и бронзы на республиканском чемпионате по плаванию. Сейчас мужчина едва выживает на пособие по инвалидности и вынужден просить помощи. Почему так сложилось и есть ли перспектива у некогда талантливого пловца, выясняла Лейла Уесова. Сейчас даже трудно представить, что все эти грамоты и дипломы принадлежат мужчине в инвалидной коляске. Да и сам Михаил Мельник, кажется, уже не верит, что когда-то был талантливым спортсменом. Свою первую награду по плаванию мужчина получил в 13 лет. Потом он забросил спорт и стал вести совершенно другой образ жизни, о котором старается умалчивать. Но считает, что еще способен вернуть былую славу. Вообще думаете возвращаться в спорт? Да, в спорт, конечно же. Еще пока нет, это все вроде. Вот пока еще так. Я возвратился в шоке. Три года назад мужчина получил производственную травму и остался без ноги. Знакомые, которые помнили его прежние таланты, пригласили его на Паралимпийские игры. Михаил не подвел. Несмотря на большой перерыв, завоевал на республиканском чемпионате по плаванию сразу две медали – золото и бронзу. После чего год получал премию от Акима области. Это почти 120 тысяч тенге. Но снова все забросил и теперь выживает лишь на пособия по инвалидности. Ту пенсию, которую мне дают, ее категорически катастрофически не хватает. Это вообще. Только с концами сводишь и уже вот. Ну все. Вообще ни о чем это. И коммуналку, и на еду что-то. Там чуть-чуть остается и все. Больше ничего. Оказывается, после удачного заплыва Михаил больше не показывался на тренировках. Говорят, его неоднократно приглашали вернуться в спорт. Но никакие уговоры не подействовали. После участия этой спартакиады он просто перестал посещать тренировки. Неоднократно мы звонили. Тренер непосредственно не раз заказывала ему личное такси, потому что у него были отговорки. Скользко, лужи, вода. Но он передвигался не на коляске, он передвигался на костылях. О том, что в общежитии прозябает бывший одинокий спортсмен, узнали волонтеры. И принесли ему инвалидную коляску. Так как мужчине сейчас сложно передвигаться даже на костылях. Михаил просит, чтобы ему поменяли группу инвалидности с третьей на вторую. Тогда его пенсия станет на 20 тысяч больше. Правда, для этого ему для начала нужно доказать, что он действительно недееспособен. Была установлена третья группа инвалидности без срока пересвидетельствования в соответствии с уровнем анатомического дефекта. Что касается утяжеления инвалидности или установления более другой тяжелой группы инвалидности, рекомендуем обратиться к данному услугополучателю, в медицинскую организацию для обследования, дообследования, возможно, сационарного лечения. И председатель ВКК, медицинской организации, где он прикреплен, будет решать вопрос. Чиновники заверили, что обязательно займутся вопросом Михаила Мильника. Предстоит выяснить, насколько ухудшилось его здоровье и почему он перестал ходить на костылях и теперь прикован к инвалидному креслу. Сам же бывший пловец уверяет, что тоже не будет сидеть сложа руки и найдет в себе силы вернуться к прежней успешной жизни, когда на него хотели равняться. В Западной Казахстанской области мать шестерых детей нуждается в общественной помощи. Дом жительницы села Подстепное требует капитального ремонта. По ее словам, стены здания разваливаются. Ранее в доме были клопы, а в непогоду вода просачивается через крышу. Наша съемочная группа побеседовала с многодетной матерью. Екатерина Скворцова с 2018 года проживает в селе Подстепное Теректинского района. Ранее многодетная мать жила с шестью детьми в дачном домике, который был совершенно непригоден для проживания. Редакция телеканала ранее поднимала этот вопрос. На новостной сюжет откликнулась бизнес-вумен из России и подарила семье жилье, в котором они проживают в настоящее время. Это отрывок из видео, снятого, когда Екатерина переехала в новый дом. С тех пор прошло более пяти лет. Сегодня здание нуждается в капитальном ремонте. Фундамент не в лучшем состоянии. В стенах образуются щели и трещины. Вопрос средств на приведение жилья в порядок не решается. Если так будет продолжаться, здоровье детей ухудшится, говорит Екатерина Скворцова. Дом у нас очень старый, ему почти 70 лет. И ремонт здесь вообще был очень давно. У нас еще были клопы недавно. Ну хотя еще что-то оставалось у нас, вот эти вот косяки приклеенные. Но так как мы обратились к дезинфекции, нам сказали все это оторвать. Здесь и так вообще ужасно. И пришлось нам это все отрывать и остатки обоев. И они вот судя даже потому, что вот что здесь, ну видно, что здесь ремонт был очень давно. Потому что обои вот просто за край потянули, они прям сами отвалились. Екатерина Скворцова, воспитанница детского дома, стояла в очереди на жилье по категории. После получения жилья от спонсора она была исключена из списка в соответствии с законодательством. Эту семью взяли на контроль специалисты аппарата Акима Подстепновского сельского округа как неблагополучную семью. Мы сами были свидетелями ее переезда в дом Подстепном. Поставили ее на учет. Она получала АСП. Мы с ранних пор говорим, чтобы она сделала ремонт дома. У нее есть постоянный доход. Она обладательница Кумисалка, получает 30 тысяч. Помимо этого получает пособие более 88 тысяч. Екатерина Скворцова не скрывает, что в дом поступает постоянный доход, а также пособие. Однако до нужной суммы для обеспечения не хватает. Количество членов семьи немалое. В следующем месяце похолодает. Мы не готовы к зиме. Хотим позаботиться о здоровье наших детей. Мой муж – единственный кормилиц в нашей семье, говорит многодетная мать. Все желающие, которые готовы протянуть руку помощи семье Скворцовой, могут связаться с семьей по номерам 8705-812-1960 и 8747-498-2117. Амина Махсотова, Нурлан Кунашев, Аймур Аджегапар, телеканал ТДК-42. В Мангостаусской области мужчина на глазах у прохожих нанес холодным оружием ранение своей жене. И когда она истекала кровью, продолжил избивать ее. Свидетели запечатлели преступление на своей мобильной телефоне. Мужчина, пытавшийся убить свою жену, никого не подпускал к себе, угрожая ножом. Подробности о происшествии в следующем сюжете. Эти кадры сняты на месте происшествия. Видео быстро разошлось по социальным сетям. Преступник нападал с ножом на окружающих и несколько раз ударил свою жену. А затем начал ее избивать. Толпа пыталась его остановить, но безуспешно. Полицейские не смогли подойти к нему. По факту нападения с ножом на супругу, подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Потерпевшая находится в медицинском учреждении. В интересах следствия другие подробности не разглашаются. Женщина 2000 года рождения была немедленно доставлена в областную больницу и помещена в реанимацию. Ей сделали несколько операций, и она находится под наблюдением врачей. После полного обследования врачи установили, что женщина на десятой неделе беременности. Состояние пациентки оценивается как очень тяжелое. А в настоящее время пациентка проходит лечение в реанимационном отделении. Общее состояние тяжелое, так как травмы серьёзные. Пациентка в сознании. Мы будем следить за её состоянием и проводить лечебные процедуры. По прибытию пациентка прошла УЗИ и полное обследование. Преступник пытался сбежать с места происшествия. Оперативная группа задержала его недалеко от места преступления. Его арестовали и поместили в изолятор временного содержания. Теперь ему предстоит ответить перед судом. В департаменте полиции сообщили, что проводится проверка действий полицейских, не сумевших вовремя задержать преступника. Зарина Шакешева, Мука Галинурдаулет, Аслабек Абекенов, телеканал ТДК-42, Актал. Каждую пятницу в рамках экологической акции «Таза Казахстан» проводятся природоохранные мероприятия. Первая неделя акции, названная «Таза Ольке», посвящена уборке дворов жителями, общественными активистами и учреждениями. В течение недели Киэле Мекен благоустраиваются территории историко-культурных памятников, а в неделю Жасалай Мак проводится посадка деревьев. Молодое поколение участвует в неделе «Онигеле Урпак», собирая и поддерживая дворы домов ветеранов и престарелых. В рамках акции проведена уборка во дворе дома жителя Уральска, ветерана Великой Отечественной войны Александра Федосеевича Кирпичева. В Уральске с размахом отметили народный праздник татары-башкир Сабантуй. В ходе мероприятия были организованы различные игры, концертные программы и спортивные состязания. Подробнее о празднике окончания весенних полевых работ расскажет наш корреспондент. Ежегодный народный праздник Сабантуй символизирует окончание весенних полевых работ у татары-башкир. По традиции, накануне праздника группу людей объезжает дворы и собирает дары. Жители выносят национальные сувениры, полотенца и посуду, а угощается традиционным десертом чак-чак. Объявляется королева сегодняшнего Сабантуя, это у нас чак-чак. Столько много конкурсантов объявлено, столько много приготовили такие шикарные блюда чак-чака. Вы сегодня увидите, конечно, и мало того, что увидите, вы попробуете. А фишка Сабантуя у нас барашек. Это будет проводиться креш-борба, борьба татарская. Там есть свои особенности. Одним из главных состязаний на Сабантуе является национальная борьба-креш, в которой мужчины пытаются свалить соперника с помощью широких кушаков или полотенец, перекинутых через пояса. Победителем становится сильнейший, он получает звание батыра. Давай-давай-давай-давай! Мы не только гостями, а только полнокровными членами вашей семьи. Праздник не обходится без танцев и народных гуляний. Согласно древнему земледельческому поверью, чем веселее проходит праздник, тем богаче будет урожай. Амина Максотова, Марлин Искалиев, Марсель Шайхиев. Телеканал ТДК-42. Вопросы сельского хозяйства обсудим 16 июля в прямом эфире программы «Жанна Аллан» в 19.30 на ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте ТДК-42.кз. Спасибо за внимание, до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!